В этом году на территории города реализуют 7 нацпроектов. Часть из них не требует дополнительных вложений, на остальные выделяют деньги из бюджетов разного уровня. За счет межбюджетных трансфертов, в частности, реализовывались мероприятия по нацпроекту «Культура», «Городская среда», «Экология» и «Цифровая экономика». Национальный проект «Культура» – федеральный проект «Культурная среда». В рамках выделенных денежных средств было приобретено оборудование для детской школы искусств. Оборудование уже поставлено в учреждение. Национальный проект выполнен в полном объеме мероприятия, выполнено в полном объеме как по деньгам, так и по поставкам единиц оборудования. Следующий нацпроект «Жилье и городская среда». Он включает в себя федеральный проект формирования комфортной городской среды. По нему благоустраивают набережную реки Сатис от Маслихинского моста напротив парка. Объект, по признанию специалистов из администрации, сложный. Мы неоднократно делали сюжет о том, как продвигается реконструкция. Подрядчик из Смоленска не был готов к таким видам работ. Усилиями субподрядных организаций большая часть того, что нужно было сделать, выполнена. Остались лестничные сходы. Завершается его активная стадия его выполнения. И мы переходим к стадии приемки выполненных работ. Мы прогнозируем, что к 31 декабря 2020 года, то есть к окончанию года, и кассовое, и фактическое выполнение этого проекта составит 100%. По нацпроекту «Экология» в городе реализуют мероприятие по федеральной программе «Оздоровление Волги». Сюда входит реконструкция зданий механического обезвоживания осадков сточных вод. Работы выполнены в полном объеме. И реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений. Реализация проекта запланирована на 4 года. В 2020 текущем году из стоимости мероприятий 1,3 млрд и еще чуть-чуть план стоял 357 млн. И мы планируем, что это освоение будет завершено в течение 2020 года в полном объеме. Последний нацпроект, который реализовали с привлечением межбюджетных трансфертов, цифровая экономика, информационная инфраструктура, прокладка кабельных сетей, закупка оборудования в школу номер 14 и центры образования, которые планировались, завершены. По поручению губернатора депутатам необходимо дать оценку исполнению нацпроектов, которые выполнили с привлечением средств из других источников. Администрация предложила поставить удовлетворительным мероприятием по реализации нацпроектов «Экология, жилье и городская среда». Исполнение остальных оценить как надлежащее. К этому вопросу депутаты вернутся на заседание Думы 10 октября. Сессия пройдет в дистанционном формате. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok